Несмотря на то, что сегодня день шуток, а некоторые говорят день математика, да, некоторые говорят день дурака, вот лекция у нас будет и в честь вот 1 апреля будет отступление, которое называется крылатые квадраты. Мы вернемся на минут 20, наверное, в теорему фирма, рождественскую теорему фирма о том, что если p имеет вид 4k плюс 1, то существуют натуральные x, y, давайте я напишу пока xt по некоторой понятной причине потом, что x квадрат плюс t квадрат равно p. Вот. И сейчас я изложу одно из самых удивительных и совершенно элементарных доказательств. Элементарных в смысле привлекаемого аппарата, но в смысле привлекаемых идей оно довольно зубодробительное. Это из тех доказательств, которые проще понять гениальному пятикласснику, чем маститому там взрослому человеку, не практикующемуся в решении математических задач. То есть все, что нужно, наверное, в пятом, в шестом классе уж точно известно уже. Все, что нужно для этого доказательства. Итак, мы вот хотим доказать, что существуют такие натуральные x, t. Мы берем и заменяем эту задачу на другую. Мы пишем уравнение x квадрат плюс 4z y, y, z, ну неважно, да, равно p. Что здесь вообще произошло, да? Мы заметили, что так как p, ну, нечетно, да, то, соответственно, из этих двух чисел у нас одно четно, одно нечетно, очевидно, да, если даже такое решение, ну, есть, в общем, давайте считать, что x это нечетное число, а t это четное число. Но если t четно, то оно равно 2 умножить на что-то, и, соответственно, уравнение это эквивалентно уравнению x квадрат плюс 4, ну, там, t с волной в квадрате равно p, да, то есть поиск натуральных x и t вот для такого уравнения все равно, что поиск, значит, таких вот, где я уже поделил на 2. А вот теперь я делаю такой странный прием. Я вместо t квадрат, вместо t квадрат пишу z, 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 y, то есть я ввожу вместо одного переменного целые 2, и того уравнения содержит 3 переменных величины. 3 натуральных числа x, z и y. Ну, ясно, что это уравнение более общее, чем это. Вот. Понятно также, что это уравнение эквивалентно такому при z равно y. То есть если, как бы, мы вот одно из, выписали, например, все решения вот такого уравнения, да, и если обнаружили, что среди них есть такое, что z равно y, то мы все доказали. Правильно? То есть такой ход интересный. Ход рассуждений будет вестись так. Опишем все решения вот этого уравнения, x квадрат плюс 4y, z равно p в натуральных x, y, z. Причем порядок будет важен. Порядок у нас будет важен. x, y, z и x, z, y будут отличаться, ну, вообще говоря, кроме случая, когда y равно z. Вот, так вот, опишем все решения, да? Пусть, скажем, у, пусть у множество таких троек x, y, z. Вот. Лема, ну, собственно, лема основная, основная часть доказательства, да? Основное утверждение. Количество элементов у? Нечетно. То есть множество решений вот этого уравнения, множество всех троек удовлетворяющих этому уравнению, нечетно. Но они еще там парни будут выходить. Правильно, они будут ходить парами. И это означает что? Что есть, да. А что решение для y равно z? Существует. Все, да? То есть, смотрите, какой хитрый трюк. Вместо того, чтобы доказывать, что вот у этого уравнения есть решение, я доказываю, что у этого уравнения нечетное количество решений. Это будет достаточно мне. Потому что ясно, что здесь инволюция есть по замене y на z. И она разбивает все решения на пары. Все, да не все. Ну, то есть, если бы их было четное, мы бы ничего из этого не вывели. Но если нечетное, ясно, что все разбиваются на пары. А нечетное оставляет единственный шанс, что одна из пар самая инволютивна себе. То есть, y равно z. То есть, если бы их было четное, мы бы вообще такого вообще нет. Если бы их было четное, мы бы было бы... То мы... Ну, мы... Нет, не обязательно. Может быть... А! Нет, могло бы быть, что два, например... Ну, вообще говоря, априори, могло бы быть, что два разных решения. x, y, y, x, z, z. И там... x с волной z, z. На самом деле, это не так в этом случае. Но вот, в принципе, априори это еще не было бы доказательства, что нет. Ну, уж точно, мы можем сказать, что если оно нечетное, то оно точно, значит, одно из решений имеет нужный вид. Так, как же доказать, что оно нечетное? А вот как. Это и есть метод крылатых квадратов. Метод крылатых квадратов Александра Васильевича Спивака. Что же он делает? Он рисует эту картину так, он говорит. p это площадь некоторой фигуры. Внутри которой стоит x на x. Вот это вот x квадрат, вот длина этого равна x. И к ней приставлено 4. Прямоугольник размера y на z. Так, вот так представляет. Так, так. Ну, это как конкретный пример совершенно произвольный у меня. Но ясно, что я могу как бы с любым. Сейчас, докуда он должен дойти. А, ну вот до чуть-чуть выше этого, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть выше этого. Это нарисовано одно из решений вот этого уравнения. Значит, ну, договариваемся, что понятно, y сюда. То есть, что y это горизонтальная сторона прямоугольника, который примыкает к квадрату сверху. Вот так. А z это вертикальная. И понятно, что здесь x, вот здесь x, y, z и x, z, y совершенно по-разному. Да, давайте я нарисую, как будет выглядеть такая фигура при x, z, y. Давайте. Ну, я совершенно сейчас не следил за тем, чтобы в реальности p вот это было простым, да? Уж как получится. Но я просто, чтобы идею объяснить. Что происходит, когда я... Значит, вот этот квадрат нужно сделать вот с такой засечкой, откуда идет как бы откладывание. Вот отсюда идет откладывание. Значит, y на z будет сварить вверх на 6. Вот набор z на y, я прошу прощения. Вот, значит, z и y, соответственно, да? Дальше. Так. Сейчас. Что дальше происходит? z на y. Здесь z на y. Вот сюда. А, такие, ну, как бы мельницы, где-то говорят мельницы, где-то говорят крылатые квадраты. Вот метод мельниц еще в интернете про то же самое. То есть, видно, что... Ну, картинка совершенно разная для этих двух вариантов, да? Совершенно разная. Так вот, так вот, теперь дело в том, что любую картинку можно превратить в некоторую другую картинку с помощью утолщения, с помощью продолжения вот этой вот, значит, стороны. Значит, как сказать правильно, какой стороны. Ну, в общем, мне нужно вот взять максимальный квадрат, который сюда вписан. То есть, тогда, когда квадрат целиком внутри этой штуки, я выписываю тот, который вылезает. Когда квадрат вылезает, я ищу тот, который целиком внутри, продолжая вот эти линии, да? Продолжая эти линии. То есть, у меня получается вот теперь вот так, только я сейчас... Стоп, я сейчас другую сторону его запустил, что ли? Сейчас, 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 чуть-чуть. Нет, наверное, все нормально, просто с точностью до... С точностью до симметрии надо все делать. Надо все делать с точностью до симметрии. Если я все, ну, до симметрии, до поворотов, вот до всех этих дел. Ну, да, до симметрии, до поворотов. Я неправильно сказал, что вот здесь вот это вот мы не будем выделять. Мы просто будем говорить, что у меня к квадрату должны быть приставлены одинаковые четыре фигуры прямоугольных. Одинаковые четыре фигуры. И это называется, соответственно, крылатым квадратом. Иногда эти четыре фигуры, значит, они, иногда эти четыре фигуры в результате приставления, ну, как бы, покрывают квадрат целиком, а иногда они вылезают, как вот такие явные крылья. Ну, и вот утверждение стоит в том, что здесь тоже есть просто инволюция. Ну, то есть... О, привет. Инволюция. Это означает, что картинки входят парами. Вот, вот эта картинка, x равно 3 было, y, значит, ну, здесь как бы наоборот, да, z, y, то есть... Давайте я буду писать, что это картинка, когда 3, потом здесь 2, и здесь 6 была. И ей инволютивна картинка, когда 1,2,7, она выросла, прямоугольник вырос на единице в длину, и квадратик остался вот здесь внутри. Они друг другу инволютивны. А эти какие, значит, была у меня 3, 6, 2, да? И она инволютивна картинке... Какой картинке она инволютивна? 7, да? 2, 1. Правильно? y у меня был 6, стал 2. 2, да, вот сейчас я чуть-чуть сейчас попытаюсь понять, как сказать, почему именно 2, 1, 2, 1, потому что верхний вот этот квадрат по горизонтали содержит как раз 2. Вот здесь надо очень аккуратно проследить, что нет какой-то путаницы со счетом. Откуда мы должны считать? Как бы с левой верхней, да, я считал, вот здесь я считал, получалось 6, 2, здесь считаю 2, 1, здесь я считал 2, 6, а здесь у меня он... Так, у меня он должен... Ну да, тут 2, 7, он, правда, чуть-чуть влево, да, приставлен. Или это не страшно, потому что с точностью до зеркальной симметрии все делается, с точностью до переворачивания. То есть картинки с точностью до переворачивания тогда, видимо, не страшно, потому что при переворачивании вы, значит, все равно никак не... вот эта ситуация длины квадрата и ширины, она не убирается, она при переворачивании такая же остается, просто из этой будет картиночка, когда будет он... вот крылья будут центрированы вправо, да, значит, сейчас вот это 2 сюда, 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 и куда я забыл, блин, не так. Так, не так, а чуть-чуть иначе. Сейчас еще раз, значит, красный здесь, и теперь я должен перевернуть картинку, вот она, она... Мы должны считать одну из этих двух, мы должны... не должны считать обе, мы должны считать одну из этих двух. Вот так, да, я хочу сделать. Я приставил 2 сюда, значит, туда, куда пошел он, он торчит вот сюда, он торчит вот сюда, и где же он меня... Нет, я где-то пропустил опять. Так, я все время пропускаю. Нет, конечно, неправильно, потому что он вниз должен торчать, мне сюда. И этот торчит вниз, да, на один, да, и этот торчит вот, 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 все, 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 восстановил. Вот, вот эти два считаются неразличимыми, и теперь видно, что после того, как я вот так взял, у меня картинка, как бы, к предыдущей, она тоже симметрична, как бы, она с точностью до перерыващим. То есть здесь надо считать все такие картинки с точностью до поворотов на 90 градусов и переворачиваний. Вот, и тогда этих картинок будет ровно столько, сколько решений уравнения x, y, z. Вот, значит, сколько x, y, z, таких, что x2 плюс 4, z, y равно p. То есть все варианты раскидать площадь p по вот такой вот, значит, по ситуации. Так, ну, понятно ли, что в принципе происходит? То есть мы взяли x2, приставили к нему прямоугольники. Иногда он внутрь застрял, иногда он, как бы, торчит вовне, как здесь зеленый. И если я буду продолжать по линиям вот этих вот, ну, как бы, продолжать по линиям, да, то есть проведу все линии вертикальные и горизонтальные, которые соответствуют крыльям, то внутри окажется новый квадратик. А здесь, наоборот, вовне, да, окажется новый квадратик, самый большой. Здесь самый большой будет. Вот. И вот они, как бы, полностью, это инволюция. То есть вот эти вот друг другу будут соответствовать попарно. Почему когда мы переходим на любые картинки на платье большого, если бы мы выбирали маленький, мы бы выбирали на 3 на 4, а 4? Не 4 на 4. Потому что правило такое, что мы берем, значит, этот самый... Мы проводим параллельно вот этим вот, вот, вот этим линиям. И тогда у меня остается только 3 на 3. 4 на 4, кстати, я и не смогу. 5 на 5. 5 на 5 я не смогу, потому что тут, ну, вот, уже не прямоугольники. То есть только самый маленький, в самом маленьком будут прямоугольники. Вот. И получается, что вот каждая такая картинка имеет свой антипод. Вот эти две друг другу соответствуют, вот эти, значит, две друг другу соответствуют. И все они друг другу попарно соответствуют, кроме ровно одной картинки. Какой? Я напоминаю, что P это 4K плюс 1. Это подсказка. Когда 1... И K во все стороны. 1, K, 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 K. Да невероятно, это просто невероятно. Вот даже изучив его два дня назад совершенно вторично и досконально, сейчас я его еле восстановил. Но вроде все-таки мы все восстановили. Все. Есть единственная картинка, которая самосопряжена себе. Вот эта картинка, она, ее никуда, значит, совершенно не денешь. 1, значит, 1K. Уже 1K1, если я положу, она, как и все остальные, имеет в себе парный. Вот. А вот это парного не имеет, потому что продолжение этих линий приводит туда же, куда они есть. Она без пары. Все остальные с парой. Ну, если все с парой, кроме одной, значит, их нечетное количество. Когда вы получили количество суток, если у вас есть одна картинка, если это множество, где сумма, это... А это они все только решение этого уравнения. То есть каждая картинка это какое-то решение уравнения, где четко зафиксирован порядок Y и Z. И после этого, вот просто чисто геометрически, там есть формула у Спивака, естественно, есть формулы, там, X, Y, Z в сторону, там, что-то X минус 2Z, что-то такое Y. Ну, то есть это совершенно элементарная формула, но просто, если их записать просто так, теряется вот этот весь геометрический, как бы, наглядный смысл, что мы сделали. Сделали мы, угадали некоторую совершенно другую инволюцию на том же множестве. И в этой инволюции очевидно, что есть один, который живет без пары. Потому что P равен 4K плюс 1, значит, такая картинка существует. Но если такая картинка существует, а остальные разбиты на пары, то множество картинок нечетно, все картинки взаимно однозначны решением этого уравнения, значит, решение этого уравнения нечетное, а значит, одно из них соответствует равенству Y равно Z. Биекция — это взаимно однозначное соответствие, которое в квадрате не обязательно равно себе. То есть, короче, инволюция — это биекция, которая в квадрате равна себе. Ну, биекция между самим множеством... Биекция вообще между двумя множествами, да? Вот. Но если мы возьмем одно и то же множество и на нем рассмотрим, преобразование, биекция множества с самим собой называется преобразование. А преобразование, которое в квадрате равно ID, называется инволюция. То есть, инволюция — это очень специальный вид биекции, а именно, это биекция множества с самим собой, то есть, это преобразование. Причем такое, что вы выполнены два раза, оно превращается в тождественное. Вот. Ну и вот тут вот есть две инволюции на одном и том же множестве. Мне совершенно не важно, как они между собой связаны, да вообще никак. Но из-за того, что у одной из инволюций очевидно есть непарная картинка, ясно, что само множество нечетно. Но из-за этого следует, что у второй инволюции тоже есть непарная картинка. Ну, непарный элемент. А вторая инволюция — это просто замена Y на Z. Значит, соответственно, непарный элемент — это Y на Z. Я честно скажу, что это вот метод, доказательство, который здесь проведен, я никогда не встречал нигде ни в одном еще математическом рассуждении. То есть, он настолько вот неожиданный, ну просто невероятный по своей природе. Вот так вот. Как до этого можно догадаться, я не знаю. Ну, это вот, это респект Александру Васильевичу исключительно. Ну, там есть такой Дон Цагир, он, значит, очень много всяких дел, картинками делал, доказывал. И, как я понимаю, Александр Васильевич вдохновлялся его трудами. Вот. Ну что, возвращаемся к циркулю с линейкой, да? Так, ну что, значит, мы остановились на четырех задачах, но мы как-то их скомкали, да? То есть, надо еще раз их. Итак, что мы уже знаем? Мы знаем, что циркуль и линейка эквивалентны вычислимости на квадратичном калькуляторе. Так? И это эквивалентно тому, что длина отрезка А принадлежит башне квадратичных расширений. Корень из... Или х мы говорили. А мы присоединяли, по-моему. Х принадлежит корень из А1, потом идет корень из А2, так далее, корень из АР, вот, где АИтый, корень из АИтова. Не принадлежит КУ от предыдущих, корень из А1, так далее, корень из А и минус 1. Ну, а И, соответственно, принадлежит этому КУ. То есть каждый раз идет расширение путем извлечения корня из чего-то, квадратного корня из чего-то, из чего квадратный корень не извлекается в предыдущем поле. Идет башенка таких расширений. Так, я пытаюсь вспомнить, доказали ли мы теорему о башне полей. Давайте все равно, в любом случае, даже если доказали, я еще раз повторю. Самый важный, собственно, трюк, который будет применяться. Трюк состоит в том, что если К1, К2 и К3 поля, ну, допустим, они все внутри КУ, ой, они все внутри С. Ну, вообще мне ИР достаточно, может, не парить мозг. Но про С все равно эта теорема верна, конечно. Вот это для наглядности просто. Чтобы не отвлекаться на сущность произвольного поля, что такое произвольное поле. Ну, а тут мы имеем дело с каким-то просто подножством вещественных чисел. И вот есть три подножства вещественных чисел, которые являются полями. Ну, как бы любое подножство вещественных чисел, которое является полем, заведомо содержит КУ. Ну, и вот мы рассматриваем такую башенку. Такую башенку. И в этой ситуации можно каждое большее поле рассмотреть, как векторное пространство над меньшим, правильно? По правилам линейной алгебры. Вот, тогда... Тогда... Значит... К2 к К1 — это размерность поля К2 над К1. Ну, давайте так обозначать. Иногда вот так. Дим. К2 над К1. Мне удобнее вообще без Дим писать просто К2, типа по К1. Это размерность, да? Так. Тогда, значит... Это далее будет такая запись. Размерность будет так обозначаться. Так, так вот, тогда... Что тогда? К2 на К1, запятая К3 на К2 оба конечные. Да, эквивалентно тому, что К3 на К1 конечна. Вот. То есть первое утверждение, что если оба расширения конечные, то и К3 над К1 конечномерные, ну, это конечномерные, значит, да, как линейное пространство. И наоборот, если это конечномерные, то эти тоже, ну, вот в эту сторону совсем очевидно, а в другую сторону надо доказывать, да, и верна формула, что К3 К1 размерность равна произведению размерности К2 К1 и К3 К2. Формулировал или нет? Или только в частном случае? Только в частном случае для корня кубического, да? Ну, прекрасно. Прекрасно. Ну, давайте ее докажем. Она на самом деле совершенно, как ни странно, она совершенно элементарна. Тут дольше писать. То есть смысл в ней очень простой. Нужно взять базис там и базис там и, значит, домножить эти элементы. Значит, доказательства пусть давайте как-нибудь обозначим. Вот, скажем, R1, R2, значит, так далее, R, S базис. Нет, R, давайте R мы используем для рациональных коэффициентов. Давайте базисы будут А и Б, чтобы не путаться. R, S обычно рациональный числ. Ну, не рациональный, это самый нижний. Значит, пусть а, пусть у меня А1, пусть, значит, К2 К1 Ну, в случае бесконечности мы ничего не утверждаем, поэтому как бы сразу опускаем. Пусть все это конечно, тогда пусть К1 и, значит, К2 равно так, равно N, например, да? N у нас еще не было, как ни странно. и А1, А2 и так далее и АН базис К2 над К1. То есть, это значит, что любой элемент К2 представляется в виде комбинации с коэффициентами из К1 вот этих вот. Дальше К3 на К2 равно N и B1 и B2 и так далее и БМ базис К3 над К2. Вот. Теперь будем смотреть, что из этого следует. Что тогда? Тогда. Тогда любой элемент элемент и там Z, например, из К3 имеет вид давайте запишем какой. Мне нужно взять B1 умножить на какой-то там S1 B2 на S2 плюс так далее плюс БМ на СМ. Где S1 и так далее и СМ это кто такие? Да, то есть они из К2, правильно? Точно. Значит, их тоже можно разложить через Ашки. Вот. Но S1 равно значит S1 это давайте так писать R1 1 A1 плюс R1 2 A2 плюс так далее плюс R очень похоже на обычную линейную алгебру, правда? Вот я разложил вот так по базису A1 над K1 то есть S1 вот такое разложение имеет. Здесь вот R' уже все из K1 но вот если например здесь было бы Q просто равно K1 то соответственно R' это это были бы рациональные уже числа совсем вот ну и так все R2 1 A1 плюс R2 2 A2 то есть мы разложили все вплоть до последнего M этого равно R' M1 A1 плюс R' M2 A2 плюс так далее плюс R' MN AN вот где все R' и житые принадлежат K1 верно? Так и что же это означает для Z что такое Z тогда вот здесь запишу тогда Z это B1 на вот эту строку плюс B2 на эту строку и так далее да то есть R1 1 на A1 B1 плюс R1 2 на A2 B1 плюс так далее плюс R1 N на AN B1 да это я S1 домножил на B1 дальше я продолжаю суммировать здесь соответственно R2 1 A1 на B2 то есть здесь сюда B2 A2 B2 и так далее R2 N так A1 B2 плюс так далее B2 и последний соответственно Rm1 A1 Bm плюс Rm2 A2 Bm плюс так далее плюс RmN A1 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 Bm вот ну можно как в принципе можно конечно написать проще что это сумма R I G правильно написать B I A G правильно Вот такая сумма, то есть b с номером вот этим будет, который в начале идет, а это со вторым, да, вот, ну и тут по i и j, и у меня суммируется, соответственно, от единицы до, и это кто у меня был первый, до m получается, да, j до n, да, от единицы до m, j от единицы до n. Ну и это разложение, соответственно, значит, разложение по элементам b и а, j просто, которых ровно n умножить на m, правильно? То есть, как минимум, мы знаем, что размерность не больше, чем n, m, потому что, если мы запишем вот такие все в квадратную табличку, все такие вот элементы a1, b1, a2, b1, так далее, a, n, b1, a1, b2, a2, b2, так далее, a, n, b2, и, соответственно, a1, b, m, a2, b, m, так далее, a, n, b, m, то, как минимум, мы знаем, что вот эти числа порождают эти элементы поля k3, порождают его над k1, это точно. Теперь, почему это базис? Почти очевидно, правда? Предположим, что 0, вот какая-то комбинация дает 0, альфа, там вот, альфа 1, ну, опять же, я мог не те же, вот, пусть вот какая-то такая комбинация дает 0, да? Пусть это 0. Что тогда? Тогда я могу обратно выводить отсюда b1 умножить на вот это, плюс b2 умножить на вот это, да? И так далее, равно 0. b1 на вот это, плюс b2 на вот это, плюс b3 на вот это, так далее, равно 0. Ну, это b1, s1, плюс b2, s2, плюс так далее, плюс bm, sn. Как бы, да, получается, что вот эти вот коэффициенты, ну, как можно, можно вот эти коэффициенты, которые получились у меня, они все должны быть равны 0 из-за того, что b-шки это базис. Понятен, да, обратный ход? То есть b-шки базис, поэтому все по строкам равны 0. Но так как все по строкам равны 0, то есть все коэффициенты равны 0, потому что то тоже базис, только k2 над k1. То есть вначале пользуемся тем, что k3 над k2 базис, и потому что k2 над k1. Вот и все. Ну, из этого сразу следует формула произведения, и все следует, что мы хотим. Что из этого следует? Из этого следует, в частности, что все построения циркулемой линейкой приводят только к элементам полей степени 2 вкатой, 2 вкатой, 2 вельтой, как хотите. То есть мы не умеем строить, не умеем строить никакой вообще объект, который не может лежать в расширении размера степени 2 вкатой. Согласны, да? Ну и теперь, собственно, теорема. Если альфа принадлежит какому угодно полю f, нет, неправильная теорема. Если размерность минимального поля не равна 2 в степени v, размерность над q, размерность над q минимального поля не равна 2 в этой, то альфа не строится, тут круглые скобки, не строится циркулем и линейкой. Так, про круглые скобки, наверное, надо объяснить. И вообще про минимальный. Значит, альфа принадлежит r. q от альфа это минимальное кольцо, содержащее все рациональные числа, а также альфа. q от альфа, круглые скобки, минимальное поле, содержащее все рациональные числа, а также альфа. Есть еще z от альфа, минимальное кольцо, содержащее целые числа альфа, но оно нам не пригодится. Я так напишу, звездочка. Еще есть z от альфа, минимальное кольцо, содержащее z, а также альфа. А вот минимальное поле, содержащее z, а также альфа, очевидно, равно q от альфа. Потому что любое поле, содержащее целые числа, содержатся и рациональные все числа. Вообще любое поле, которое является подножным вещественных чисел, содержит все рациональные. Потому что содержит единицу, а дальше из нее легко строятся все рациональные. То есть, вот на самом деле, по каждому альфа определены три разных объекта, на самом деле. Вроде как три разных. А именно, самое маленькое кольцо, которое содержит все целые числа и наше вещественное число. Самое маленькое кольцо, которое содержит рациональные числа и наше число. И самое маленькое поле, содержащее целые или рациональные, неважно, числа и наше число. Вот это вот три важнейших характеристики любого вещественного числа. Так, теперь я без доказательства приведу некоторый факт. Для числа Пи все три объекта различные. Ну и размерность Q от Пи над Q равна плюс бесконечности. И этот факт равносилен, как чуть-чуть позже будет ясно, но может быть кто-то из вас ее уже понимает, трансцендентности числа Пи. Слышали такой термин? То есть, несуществованию ни одного многочлена, который бы имел Пи своим корнем. Вот, это значит равносильно трансцендентности. И мы с такими работать не будем, но нам важно, тем не менее, так, перерыва сколько? Сейчас уже, да? Уже сейчас. Вот, давайте я тогда скажу, что нам важно, тем не менее, про Пи это понимать. Сейчас мы доказывать, безусловно, на этих наших лекциях не будем, что это трансцендентное число. Но, именно из-за трансцендентности Пи нельзя построить с помощью циркуля линейки. То есть, отрезок длины Пи нельзя построить, потому что он вообще не лежит ни в каком конечном поле. Мы увидим, что отсутствие многочлена, то же самое, что ни одно конечномерное поле не содержит число Пи. И, соответственно, раз мы строим только элементы полей, причем очень специального вида, то уж точно ни одно трансцендентное число мы построить не можем. Поэтому одна из задач, которая называется квадратура круга, заведомо неразрешима, это следует из трансцендентности числа Пи. А вот про остальные мы будем более подробно говорить после перерыва. В общем-то, продолжим. Итак, что такое минимальное? Что означает минимальное? В этом определении уже содержится некоторое утверждение, что существует некоторое кольцо, которое самое маленькое, из всех, содержащих все рациональные числа и альфа, например. Или здесь существует какое-то поле, которое самое маленькое из всех полей, содержащих все рациональные числа, а также число альфа. Ну и там про z также. Но во всех трех случаях всегда проводится одно и то же рассуждение. Приводится конкретная реализация кольца в виде каких-то выражений, которые неизбежно вместе с альфой должны войти. Мы же должны, например, в кольце уметь плюс, минус и умножить делать, а в поле, соответственно, все четыре операции. И, соответственно, мы всегда можем составить выражения. Ну, скажем, это просто многочлены, правда, просто многочлены с целыми коэффициентами. Мы берем любой многочлен. а0 плюс а1 альфа плюс так далее, плюс ар альфа верты, да? Для любого p от x равного а0 плюс а1 x плюс так далее, плюс ар x верты, да? То есть значение всех многочленов с целыми коэффициентами просто на числе альфа. Все результаты вот таких, да? И все аиты из z. Ну, или что то же самое, p из z от x. То есть, вот в этом случае мы просто заявляем, ну, вот это вот множество образует кольцо. Ну, это очевидно, правда, многочлены же при перемножении дают многочлен. Если сложить, вычесть тоже многочлен. А значит, если я взял два числа, являющихся значениями каких-то двух многочленов, то их сумма, разность, произведение тоже будут значениями каких-то многочленов. Поэтому множество всех значений всевозможных многочленов с целыми коэффициентами на нашем элементе альфа образует кольцо. А с другой стороны, очевидно, что все такие выражения должны содержаться в любом кольце, которое содержит и альфа, и все целые числа, правильно? То есть, тут как бы такой ход. Ну, тогда означает, что вот это множество всех выражений, оно очевидно минимальное кольцо. То есть, оно кольцо, а с другой стороны, оно лежит в любом другом кольце. Также с полем, да? Ну, также вот с этим случаем, тут просто многочлены будут с коэффициентами из q, да? Также с полем, но только здесь немножко надо аккуратнее сделать с полем. Как правильно записать здесь вот эту вот ситуацию? То есть, правильно записать рациональные дроби все, да? Берем отношение многочлена p1 от x к p2 от x. Вот. И рассматриваем множество всех рациональных дробей. И подставляем в них альфу во все. Ну, получится поле, потому что сумма, разность рациональных дробей, произведение рациональных дробей и отношение рациональных дробей — это рациональная дробь. Ну, единственное, что надо, конечно, отслеживать, чтобы здесь не было нуля, правда? Ну, то есть, мы говорим о том, что мы запрещаем подстановку альфа в те рациональные дроби, у которых в знаменателе стоит многочлен, имеющий альфа своим корнем. Понятно, да, логика вопроса? Вот, теперь... Ну, вопрос как бы остается, почему все-таки... Ну, почему это поле? Ну, потому что при сложении тут произведение таких двух чисел. Если два числа внизу не были нулем, то и произведение не будет нулем. Ну, и там все остальные моменты. То есть, мы каждый раз просто предъявляем вживую вот этот объект, минимальное кольцо, поле. И он всегда состоит из таких выражений, которые неизбежно и неминуемо вслед за альфа приглашаются в любое кольцо, поле и так далее, которое содержит его и все остальные. Поэтому существование доказано и вид описан. Ну, по крайней мере, для кольца описан, для поля вот тоже описан. Но здесь можно сделать более сильное утверждение. Здесь будет более сильное утверждение, которое я буду доказывать, но давайте сформулирую сейчас. Утверждение. Если альфа алгебраическое число, то Q от альфа совпадает с Q круглая от альфа. То есть, минимальное кольцо, содержащее альфа и все остальные числа, уже является полем. Так, а у вас было это или нет? Что-то я как-то смотрю. Было, да, про минимальные? Этого не было. Ну, давайте, да, тогда мы его разберем. Для нас это очень важно. То есть, минимальное кольцо, содержащее Q и альфа, автоматически, автоматом, будет полем. То есть, вот это вот, на самом деле, в этом случае упрощается вид. Вот эти вот рациональные дроби, да? Это всегда верно. И для числа Пи это верно, что просто, что такое Q от Пи? Что это за поле? Это просто все выражения вида P от Пи делить на, P1 от Пи делить на P2 от Пи. Где P1 и P2 два многочлена, причем P2 не нулевой, любой. Потому что Пи трансцендентный, значит, внутри, внизу у P2, значит, ничего не будет, никогда не будет ноль, поэтому делить всегда можно. То есть, как бы это сказать, получается, что Q от Пи это просто множество всех рациональных дробей вообще. В КТИ можно написать с целыми коэффициентами многочленов P1 и P2. И это множество рациональных дробей, в которые подставлено Пи. То есть, это просто реализация множества рациональных дробей. Каждый рациональный дробь дает отдельное число вещественное. Все эти рациональные дроби вкладываются внутрь вещественных чисел с помощью числа Пи. Но если число алгебраическое, то есть, если у него есть свой собственный какой-то многочлен, алгебраическое число, то есть, существует F из Q от X, ну, или Z от X, здесь совершенно не важно, потому что мы можем от знаменателей избавляться, умножая на них. Такое, что F от Альфа равно нулю, то и так далее. То, то, то уже есть у меня здесь. То, кого от Альфа равно кого от Альфа. Вот. Но прежде чем это доказывать, давайте я вот эту теорему докажу. Если размерность минимального поля отлично А2 в этой, то элемент не строится циркулемой линейкой. Над Q. Ну, я мог сказать просто Q от Альфа, имею в виду, что над Q, но в явной форме. То есть, если размерность минимального поля, содержащего рациональные числа и наш элемент Альфа, не является степенью двойки, то Альфа не может быть построен циркулем и линейкой. Доказательство от противного, да? Альфа, предположим, может, когда, так, доказательство от противоположного или от противного. Если Альфа строится, то есть принадлежит вот этому плюс-минус умножить, разделить корень квадратный, да, калькулятору, результатом действий, то, соответственно, Альфа принадлежит к какому-то полю степени 2 в рт, да, то Альфа принадлежит полю f, равному Q, вот, корень там из А1, корень из А2 и так далее, корень из А, r. И тогда динь F над Q по теореме Абашни полей равно дважды 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 два. Равно два в степени W. Ой, в степени, ну, здесь раз я так написал, то в степени R как раз, если они все не принадлежали. Но смотрите, что у меня происходит, у меня же Q, вот это вот расширение тоже продолжается до f, то есть f содержит Альфа, а значит содержит минимальное поле. Никуда не деться, да? f содержит Альфа, а значит содержит минимальное поле, которое содержит Q и Альфа. Ну, а это явно противоречие, потому что по нашей теореме, динь F над Q равно динь, ну, я мог бы, да, я уже писал без динь, вот это умножить на, ну, соответственно, на, ну, давайте без динь напишу, Q от Альфа над Q. Вот, то есть размерность-то поле F над Q равна произведению размерности поля F над Q от Альфа и на размерность Q от Альфа над Q. Ну, два в степени R, да, когда раскладываются на множители, это только степени двойки, да, в основной теореме арифметики. А значит, это должна быть степень двойки и, следовательно, если не было степени двойки, то строить нельзя. То есть мы как бы доказали противоположное утверждение о том, что если что-то строится с помощью циркуля и линейки, то это что-то является, то это что-то, значит, минимальный многочлен, ой, минимальное поле будет иметь размерность 2 в какой-то степени. Ну и, собственно говоря, на этом и основаны все утверждения о невозможности построить. Строится минимальный многочлен, доказывается, что он минимальный. Ну, там еще некоторые утверждения про размерность поля и размер с минимальным многочленом. Оно как раз, наверное, было, да, в теории полей, в теории чисел общей. Утверждение, что размерность минимального поля – это просто размерность минимального многочлена. Или не было? Не было, да? Отлично. Тогда сейчас. Это очень важная часть математической культуры, поэтому обязательно сейчас его изучим. Итак, с помощью башен-полей мы доказали, что все, что может строиться, должно иметь размерность 2 в степени r. Все размерности только в степени двойки. Поэтому если что-то было размерности другой, то все. Теперь поехали. Вот это утверждение доказывает заодно всю соответствующую науку. Итак, определение f из q от x называется приведенным минимальным многочленом для α. Для α из r, если выполнено несколько условий. Первое условие. f равно x в степени l плюс r l минус 1 и x в l минус 1 плюс так далее. То есть первое утверждение, первое требование состоит в том, что f приведенный, значит, старший коэффициент, равен 1. Это для удобства. Можно было бы минимальным многочленом называть многочлен с целыми коэффициентами, там, минимальной степени, которые обнуляют α. Это мне все, в принципе, не важно. Удобнее всего вот так считать, что он с рациональными коэффициентами. Вот, значит, это первое. Второе условие, что f от α равно 0. То есть, что α корень, α корень. Ну и что третье, самое главное, какое? Что f существует, что g меньше степени. Правильно. Для любого, g не равно 0, g равного, ну, дег, g меньше l, g от α отлично от нуля. То, что степень делится, то, что еще делится. То, что степень. То, что делится на минимальный. То делится на минимальный. Было. Отлично. Значит, соответственно, тогда я очень быстро все докажу, что нужно. Значит, итак, отлично. Мы берем этот минимальный. Вспоминаем все, что мы знали в начале теории чисел. И, собственно, теорема размерности такая. Размерность q от α на q равна l. То есть, что степень минимального гащена и есть размерность расширения вот этого полевого. Есть размерность самого маленького поля. Вот. Так, ну что, надо доказать, да? Заодно мы вспомним всю эту технику. Почему там что делится на что. Значит, имеем первое. 1, α, α в степени l-1 линейно-независимый набор над q. Очевидно? Иначе многочлен просто построен, да, соответственно. То есть, если есть какая-то комбинация, которая равна нулю с рациональными коэффициентами, то мы просто записываем многочлен от x. Заменяем α на x. Получается, что вот этот многочлен имеет α своим корнем. Вот. А этого нет по условию 3. Теперь важное, самое интересное, да, почему, почему это базис. Ну, начнем со следующего. Начнем с того, что пусть у меня есть выражение типа, пусть есть какой-то многочлен любой длины, значит, fg h h от x из q от x. Значит, h от x равно c0 плюс c1x плюс так далее плюс c, там, v, x степени w. dg h равно w, произвольное. Вот. И, соответственно, я хочу сейчас выразить h от α через вот эти только конечный набор. v может быть сильно больше. То есть я хочу выразить, что такое элемент вот этого поля. Элемент этого поля это выражение вида c0 плюс c1 α плюс так далее плюс c, v α, w, делить на, там, d0 плюс d1 α плюс так далее плюс d. Кончаются буковки. Кончаются у меня буковки. Что я еще? Ну, q, хорошо? Нет, q. Кого еще не было? Ну, ладно, w с волной не было. Пусть так. Вот, вот этот произвольный элемент поля, правильно? Все рациональные дроби. Первым делом я сейчас укорочу их. Укорочу до длины l минус 1. Ну, то есть до длины l с максимальной степенью l минус 1. Как это я делаю? Пусть h вот такой вид имеет, соответственно, ну, коэффициенты я взял просто из верхней части. Так, h от x делим с остатком на f. Существует способ разделить f от x на h с волной от x. А вот тут давайте q. q от x плюс h с волной от x. Это деление с остатком дег h с волной меньше, чем что? l, правда? Степень многочлена минимального. Ну, тогда h от α равно h с волной от α, потому что это будет 0. f от α равно 0. Значит, значение многочлена на α это значение остатка. И мы укоротили, мы получили там c0 с волной плюс c1 с волной α плюс так далее, плюс c l минус 1 с волной α в l минус 1. Так, делить на... Ну, можно тоже укоротить, но на самом деле давайте я не буду укорачивать, я покажу просто, как освободиться от нижнего этого многочлена d от x. d от α. Значит, осталось только освободиться от нижнего, правда? Значит, по условию вот эта штука не равна нулю. Так? Тогда из этого следует, что нод f и d равен единице. Почему? Потому что f не приводим. А почему f не приводим? А потому что он минимален. Если бы f было равен f1, f2, то мы бы получили, что либо f1 от α равно 0, либо f2 от α равно 0. А это противоречит. Третье в обоих случаях будет степень меньше. То есть, минимальным многочленом автоматически не приводим. Автоматически. Соответственно, у него нет никаких делителей. Здесь нод будет либо сам f, либо единица. Сам f не может быть, потому что d не может делиться на f, иначе бы d от α было равен 0. То есть, мы получили, что эти два многочлена взаимопросты. Но тогда для них существуют стандартные. f на многочлен t, f от x на t1 от x, плюс d от x на t2 от x равно 1. Правда, 1 это 1 от x. Это константы. Многочлен равен 1. У него других нет. Все остальные сгорели. То есть, после выполнения формальных действий с этими двумя многочленами пересократятся все вообще коэффициенты, кроме единицы. Ничего не останется. Это обычная лемма ноды равен 1. Нод можно представить в таком виде всегда. Это основная терема аритметики в кольце многочленов. Она действует, потому что там тоже есть норма. Норма это степень. Хорошо. Подставляем α. f от α. t1 от α. плюс d от α. t2 от α равно 1. Чему это равно? Вот это. В кружочке. Кто такой f? Кто был f? Минимальный многочлен, да? Значит, чему это равно? Нулю. Потому что f от α уже равно нулю. Вон, минимальный. Значит, соответственно, у нас получается вот такое тождество. d от α на t2 от α равно 1. Но это означает, что 1 делить на d от α равно t2 от α. И вот я избавился от знаменателя. То есть, вместо деления, деления, можно взять умножение. Вот это на t2 от α. Ну, а дальше снова урезать по L-1 степень. То есть, я показал фактически, я доказал ровно то, что здесь написано. Я доказал, что поле образуют все многочлены от α. Ну и более того, на самом деле, укороченного вида. То есть, все выражения, все многочлены степени L-1 и раньше от α. Все многочлены не выше L-1 степени, в которые подставляется α. Получается множество таких чисел, да? Значений, многочленов, степеней, не превосходящих L-1 на числе α, минимальный многочлен которого имеет степень L. И вот это множество образует поле уже. Ура! Все. Просто не надо ничего делить никуда. Это вот и это просто совпадают. И у поля этого очевидная размерность равна L. Потому что я конкретно выдаю список базис. Все. К нему все сводится, и он для него независим. Все. Это означает, как следствие, следствие, если минимальный многочлен для α не существует либо имеет степень неравную 2 в степени M, то α не строится циркулем и линейкой. не существует эта трансцендентность. Если вообще не существует никакого многочлена. Ну как, что такое не существует минимального? Если хоть один обнуляет, ясно, что мы можем найти многочлен минимальной степени, который обнуляет. То есть из существования хоть одного обнуляющего следует существование минимального. Поэтому, если не существует минимальный, это означает, что α трансцендентно. И тогда поле бесконечно. Нет ни одного конечного поля, которое бы содержало α. Но потому что, опять же, если существует конечное поле, содержащее α, тогда элементы 1, α и так далее, α в степени размерность поля, оказывается, или не независимыми. Это и дает многочлен, который его обнуляет. Здесь вся связь вот такая, как бы через линейную алгебру идет. Значит, если α трансцендентно, либо алгебраично, но минимальный многочлен не имеет степень 2 в М, то α не строится циркулем и линейкой. Все. Осталось только для всех классических задач предъявить эти многочлены. То есть предъявить конкретные многочлены. Ну, в этих классических задачах они будут в степени 3, как правило. Все. И все. Значит, из этого будет следовать. Потому что 3 не есть степень 2. Ну и последнее, что я сегодня скажу. Последнее замечание, которое я сегодня сделаю. Такое. Такое замечание. Сейчас скажу, какое. Так. А, ну, конечно. Конечно, последнее замечание такое. Замечание. Если f не разложим над q, и f от α равно 0, то f минимален. О. Ну, давайте я попробую успеть это доказать, да? Ну, это совсем на самом деле просто, да? От противного. От противного. Тогда, пусть f не минимален, тогда h минимален, обозначим, да? За h минимален. dh меньше df. Правда, да? Существует многочлен меньшей степени, которая обнуляет α. А, ну, тогда f делится на h, помните? То есть, ну, опять пишем там, f равно h на q1 плюс q2, и, соответственно, подставляя α, f от α равно 0, h от α равно 0, значит, q2 равно 0, q2 меньше степени, чем минимальный, значит, его просто нет, и, значит, f разложим. Все. То есть, в поиске минимального многочлена надо лишь найти какой-нибудь доказуемо неразложимый над куб многочлен, который имеет α своим корнем. В задаче, скажем, удвоения куба я сразу могу сказать, что это x кубе минус 2. В остальных задачах немножко придется побороться. Ну, между прочим, доказать, что, ну, как бы, ну, строго доказать, да, что он неразложим, ну, там, ну, все равно почти очевидно. Ну, ладно, это уже в следующий раз. Вот, то есть будем предъявлять многочленные, для каждой задачи предъявлять многочленные и выяснять, что они неразложимые. Вот. И все таким образом решим. Ну, еще и зацепим, на 17-угольник немножко зацепим. Так, значит, и так, в следующий раз контрольная, меня не будет. Я в Сочи. Не кантовать называется. Начинать школьные каникулы, мы пойдем в Сочи. Там я отключу все. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...